Всем добрый день! Я Ивашковская Ирина Васильевна, профессор, ординарный профессор и руководитель школы финансов, академический директор магистрской программы Master of Business Analytics, магистр аналитики бизнеса и руководитель одного из треков нашей программы. Мой трек называется Value Based Business Analytics или аналитика решений компании на основе стоимости. Я сегодня хочу представить вам этот трек и начну я с того, что задам вопрос и предложу вам ответ и надеюсь, вы с этим будете согласны. А в чем, собственно, работа финансиста? Потому что наша программа финансовая, программа, которая дает диплом магистр финансов. Ну, наверное, вы согласитесь с тем, что финансист в компании, в любой отрасли и в том числе и финансовом секторе может работать в результате обучения на нашей программе. Финансист глубоко погружается в финансовые данные и финансовую отчетность компании. Финансист глубоко изучает финансовую отчетность других компаний, с которыми конкурирует этот бизнес. Он отслеживает динамику этих показателей, он должен прекрасно разбираться в финансовой отчетности. Что еще он может делать и должен делать и делает? Он, конечно, отслеживает определенные показатели финансового рынка, это тоже для него важно. Но можно спросить себя, достаточно ли этого? Что это за подход к аналитике? И поэтому я буду вынуждена сейчас четко подчеркнуть, что этого совершенно недостаточно. Что еще должен делать финансист? Несмотря на то, что вот он финансист, и у него есть своя функциональная сфера, и она исключительно связана с различными метриками, цифрами, анализом ресурсов, результатов, эффективности, он обязательно должен держать руку на пульсе того, а в чем стратегия компания, как она видоизменяется, почему она видоизменяется, как меняется позиция в конкуренции у этой компании, какие там возникают проблемы. На первый взгляд кажется, что это не его задача, но это только на первый взгляд. Но проблема-то заключается в том, что все вот эти стратегические повороты, все развороты поведения компании в конкуренции на рынке с потребителями и со всеми контрагентами, вся вот эта масса очень важных событий, которые могут быть очень интенсивными, это все означает, что меняются факторы, драйверы рисков, меняются уровни рисков, с которыми компания ведет свой бизнес. И поэтому очень важно понимать, что вот это все тоже предметное поле для работы финансистов, потому что его задача оцифровать эти уровни рисков. И его задача поэтому дать грамотный с точки зрения современной финансовой аналитики ответ, а достойны ли результаты компании? Вот есть данные финансовой отчетности, а вот есть проблема уровней рисков. Я поэтому хочу показать вот так вот сжато сейчас, собственно, как финансист смотрит на силу бизнеса. Это исключительно важно для того, чтобы понимать специфику программы вообще нашей магистрской, но и специфику первого трека, который я возглавляю. А если вы сравните доходность, которую заработала компания на свой капитал, с тем, какую должна была заработать компания доходность на капитал, потому что эта компания действует в определенном поле рисков. И эти факторы риска действуют все время по-разному на компанию. Поэтому тогда возникает очень важное понятие спред доходности или разность двух ставок доходности. Одна группа знаний на эту тему вытекает из финансовой отчетности. И доходность на капитал, return on capital employed, это показатели стандартные, которые есть в финансовой отчетности. Но для того, чтобы цифровать риски, нужно применить специфические знания, специфические модели. И вот эта требуемая за риск доходность, это совершенно иная ставка. У нее сложность в ее анализе совершенно другая. И природа этой ставки совершенно другая. Это компенсация за риски. И вот этот спред доходности, то есть разность двух ставок, это принципиальная вещь для современной финансовой аналитики. А представьте себе, если этот спред меньше нуля. Это значит, что компания заработала доходность на капитал, и эта доходность отражена в данных ее финансовой отчетности. Но эта доходность неадекватная. То есть нельзя сказать, что результат компании адекватен. Потому что она, эта доходность, ниже, чем требуемая за риск ставка. От чего же все это зависит? От чего зависит спред доходности? Можно суммировать и предложить вот две группы факторов. Первая группа. А насколько компания в том, как используют свои ресурсы, являются лидером в области эффективности вот в этих конкретных отраслях, где, собственно, она ведет свой бизнес. А вторая группа факторов объясняет, откуда возникает та или иная планка вот этой барьерной, требуемой за риск доходности. Об этом мы можем судить, насколько компания является лидером в области риск менеджмента, в области управления рисками. По сравнению с какими-то другими бизнесами, которые работают примерно в таком же поле. Поэтому с нашей точки зрения нашей команды важно учитывать, что финансовая сила бизнеса должна оцениваться не просто по данным отчетности, а обязательно с учетом спреда доходности, спреда на капитал компании. С другой стороны, безусловно, я уже упомянула, что стратегические изменения, которые претерпевает компания, это тоже поле для анализа финансиста. Потому что от того, насколько динамична эта компания, очень многие вещи зависят. Зависит выручка, зависят денежные потоки, зависят затраты, зависят прибыли. Испреда доходности тоже будет зависеть от этого. Но сама по себе вот эта динамика, она объясняется тем, как складываются внутренние бизнес-рутины, внутренние практики. Насколько тут компания занимает какие-то лидерские позиции. А с другой стороны, как складываются внешние практики, как конкурирует компания, что применяет, насколько здесь компания является лидером. Итак, вот очень важный первый акцент нашего первого трека, value-based бизнес-аналитика, это как раз концентрация на проблемах стоимости. И поэтому мы должны сказать, что финансист, вот он хозяин вот этой проблематики в компании. Это его задача думать, как развивать эти метрики, как развивать методы такой аналитики, как смотреть на это в повседневной реальности, как увидеть, что уже происходит со стоимостью компании, когда она реализует самые разные решения. Но, кроме того, есть еще очень важная специфика современной финансовой работы в разных видах бизнеса. И она связана с тем, что широко по-другому мы смотрим на компетенции финансиста. Они расширяются, потому что он должен анализировать дополнительно не финансовые ресурсы и очень тщательно к этому относиться. Поэтому сегодня новый взгляд на работу финансиста предполагает, что он будет анализировать несколько типов или видов капитала. И вы можете подумать о том, что финансовый капитал совершенно недостаточно теперь для такой аналитики. Почему? Ну, потому что компания должна обеспечивать уникальность. И уникальность обеспечивается не в тем, сколько финансовых ресурсов привлекла компания, а тем, как она их реализует, куда воплощает и какие интеллектуальные виды знаний, ресурсов она растит у себя, какие компоненты интеллектуального капитала она растит у себя. Он обычно будет включать человеческий капитал, клиентский капитал, организационный капитал. И помимо этого есть еще одна очень важная современная форма – капитал компании. Это по существу природный капитал, потому что такова ситуация во всем мире, когда возникают очень сильные угрозы и очень сильные риски в том, каковы последствия тех или иных видов бизнеса и целых отраслей для определенных элементов в природе, в окружении компании и в социуме в том числе. И поэтому можно сказать, что современный финансист должен анализировать самые разные формы капитала – и финансовый капитал, и производственный капитал, и интеллектуальный капитал, и экологический капитал. Но главное, что в этой аналитике он должен сделать, это его профессиональный долг, он должен проанализировать корректно драйверы рисков, потому что ему предстоит оцифровать эти риски и отработать требуемый заристоходность как ставку и драйверы потоков денежных средств. И тогда мы можем вот такое уравнение, как бы условное представить, и сказать, что если проанализированы драйверы рисков и драйверы потоков денежных средств, при этом он исходит из многообразия форм капитала и тщательно их замеряет, и их вклад анализирует. Это будет означать, что его задача сводится к тому, чтобы обеспечить аналитику прироста stakeholder value, то есть стоимости, созданные для разных категорий стейкхолдеров, а не только для собственников компании и прямых кредиторов компании. Для того, чтобы эту аналитику построить правильно, вот мы и создали вот этот первый трек, где мы обязательно говорим и выстраиваем свои курсы, и выстраиваем проекты в рамках проектных лабораторий в этом первом треке, которые вынуждают анализировать интересы и кредиторов, и собственников, да, но обязательно анализировать интересы генераторов, элементов, интеллектуального капитала компании. И вспомнив о natural capital, природном капитале, мы должны говорить об интересах различных сообществ, которые обязательно проявляются в том, когда компания влияет на окружающую среду. Таким образом, вот эта проблема создания стоимости для разных видов стейкхолдеров также обретает очень важный такой смысл, потому что она вытекает из удовлетворения этих интересов, их надо знать, и значит выстраивать моделирование решений, исходя из этих интересов. И то, насколько компания в этом разбирается, будет определять горизонт, в течение которого она в состоянии оставаться уникальной, интересной, и удовлетворять эти интересы. Поэтому у финансиста возникает задача, я резюмирую, вот эти новые метрики для нефинансовых видов капитала обеспечить, создать систему таких метриков, метриков компании. Во-вторых, у него возникает еще одна очень существенная задача. Эти метрики должны привести к тому, что он иначе должен строить процессы моделирования, потому что иные задачи возникают в решении проблемы роста и этого бизнеса. Поэтому мы часто говорим о трансформации проблемы роста компании. Она должна расти так, чтобы эти интересы не ущемлялись, чтобы эти интересы были все удовлетворены, а они очень разнообразны, часто противоречивы. И поэтому новая задача финансиста стать не просто chief finance office, финансовый директор, а вначале я сказала о том, что финансист созидает весь этот процесс мониторинга, отслеживания и замеров того, как создается стоимость для стейкходеров. Поэтому современный новый карьерный трек это стать главным по стоимости в компании, если можно так выразиться, chief value office. Это будет означать, что финансист предлагает обоснование решений, которые способствуют тому, чтобы компания вписалась в требования так называемого инклюзивного роста на уровне своей фирмы, то есть роста учитывающего интересы различных стейкходеров. Таким образом, тематика этого трека, она вот охватывает этот спектр очень сложных, абсолютно новых задач. И значит, мы должны обязательно наметить определенные как бы линии, в которых потом пойдут проектные лаборатории в рамках этого трека. Мы должны говорить о трансформации бизнеса, о том, каким образом мы применяем здесь критерий изменения стоимости, созданный для различных категорий стейкходеров. Мы, во-вторых, конечно, должны изучать стратегические сделки, слияние, приобретение бизнесов и, наоборот, продаж каких-то элементов этого бизнеса в другие руки. Мы, в-третьих, должны изучать проблематику финансирования, как привлечь эти новые финансовые инструменты, как их разработать и создать, так, чтобы они работали на эту задачу. Мы, в-четвертых, должны изучать проблемы реструктуризации бизнеса, особенно когда он попадает в полосу кризисов и испытывает существенные проблемы, связанные с его финансовой неустойчивостью. И, в-пятых, по крайней мере, мы также должны говорить и о специфических подходах, вызванных сотрудничеством с венчурным капиталом. Такие пять очень важных направлений в нашем треке мы стремимся реализовывать. Субтитры создавал DimaTorzok